всем привет с вами сид и мы сегодня продолжаем проходить метро если кто не знал я проходил метро экзодус на основной канал и вот вышло дополнение сегодня история сэма это про американца который был в нашей команде вот так что тут про него пишут твердо решив выяснить живы ли его родные сэм прощается с аврора и ее экипажем и отправляется по железной дороге дальше на восток надеюсь найти во владивостоке способ пересечь океан этот этап пути однако оказывается значительно сложнее предыдущих что же давайте начнем так обратить внимание после сгрузки на статистическим тут и тут и тут и тут окей поехали расставаться с товарищами было тяжело но для них смерть полковника стала концом путешествия и началом новой жизни на берегах байкала для меня же эти потери стала границы границы между орденом и жизнью между долгом и мечтой увидеть отца и как и артем я выбрал мечту и отправился за ней по дороге мне иногда казалось что остающиеся за спиной деревья руины и покосившиеся столбы просто бесконечный кинофильм на потрепанном экране а я полуночный зритель сидящий в пустом зале но каждое утро встающая прямо по курсу солнца приносила смену декорации вселяю уверенность что я все же приближаясь к океану на шаг потом еще на шаг и еще несмотря ни на какие препятствия когда-нибудь отдыхая на крыце отцовского дома я может и захочу написать книгу об этом путешествии когда-нибудь но не сегодня я у города где должен начаться последний этап моего путешествия и уже чувствую запах моря если у меня и вправду есть шанс добраться домой я найду его здесь ну что ж судя по всему мы во владивостоке так друзья кто-нибудь был во владивосток владивосток а знаете в чем фишка вот я например во владивостоке был даже несколько раз это к слову о том что я смогу сказать похоже или не похоже так что тут у нас не фризить ничего не лагает не потормаживает отлично так сразу напоминаю всем что это метро здесь надо хорошенько все исследовать на лут на прочие всякие фишечки отсылочки и прочее вот если вы не смотрели мое прохождение если вам интересно то конечно можете найти его в плейлистах посмотрите она есть но вы наверно смотрели его у каких-нибудь других ребят так что не настаивай на этом так надо вспомнить управление такая у тебя фонарик кстати надо подкачивать это маска до противогаз хорошо я помню на п снять нет удерживать снять хорошо вот снять отлично привет трупак д у нас есть карта кое-что заметил здесь насколько я знаю насколько я знаю будет открытая территория то есть для до этого выходило дополнение два полковника я его не проходил потому что это дополнение было коридорного типа и мне было не столько я его короче сам про ну смысле на канал не проходил так то я его пробежался прошел посмотрел но из-за того что оно было коридорного типа я не хотел проходить его на канал фуникулер а если это тот фуникулер и он потом там вот так вот вниз пойдет я кстати катался значит на этом фуникулере которая не имеет в виду может и нам и сейчас разрешат прокатиться на нем было бы прикольно прокатиться там где в жизни катался но в игре вообще владивосток мне как город очень понравился он такой хороший называл да а зачем так бандит так пойдем к поможем предупреждаю следующий выстрел будет на поражение тут заперто так никого не видно законник да да я на этом короче ездил это именно он он вот именно такой тихо не дупайся там по моему они кончились видите там внутри короче там внутри даже под уклоном самой кабине вот этой штуки фуникулера блин прикольно да это именно он я на нем катался так хорошо пойдем утонем ребят что там у них там было так я тут смотрю что куча всего она чё там у нас был бинокль то блин все забыл все забыл настройки управления клавиатура разное это не то инвентарь аптечка бинокль на и аналогично английскую б так по этому мосту я катался здесь не будет выделяться никакие места как предыдущих открытых локациях ладно хорошо допустим тихо 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 вы мне мою верните пожалуйста оружку то так а стоп патроны у нас а забираем ресурсики ресурсики хорошо у тебя ничего нет да но я все-таки по тебе шмальнул а можно запрыгнуть нет туда бедные они прям тут померли как чуть не пропустил нельзя нельзя пропускать здесь ничего о пачки карта так это я подберу это надо что здесь где что что где здравствуйте так все ничего не пропустил так судя по всему здесь нам надо наверх а тут я зашел ладно полезли так сейчас помогу подожди ты сам справился полегче я же помог слышь не психуй а я говорю убери быстро теперь ничего себе слушай если бы я хотел тебя убить и уже десять раз убил бы я ищу корабль мне домой надо не знаешь тут подходящего ну корабль ну корабль у нас только один зато подходящий идем покажу да покажи и где он ты тут осторожно а то загремишь в трём к тем он красавцам нет спасибо все гоняется за мной перед котом своим выслужиться хотят хорошо хоть живые взять пытаются ну че доставай бинокль отсюда хорошо видно ну давай вон видишь вау сабмарин а здоровая какая хороший билет а где твой дом кстати как-то мне твой акцент подозрительно знаком сан-диего опа еще один американец что вам тут медом намазано еще один но сеть да и вправду похоже не в курсе так что расскажу но позже сворачиваемся что за чёрт крылан заметил нас уходим пока не налетел крылан упс эй отстань чё мне делать-то драться с ним где и все и все тихо тихо не бейте чё-то я не понимаю как с ним воевать я тебе дам чё ты иди сюда где ты где ты давай-давай-давай вылази мышь отстань ой 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 значит шейку что не понравилось тварь а я чё пистолет потерял весело и где мне его теперь искать или мне не надо искать мне надо просто пойти по прямой нет стоп так но мне явно не сюда что за болото мать вашу так аптечку я и узнал полегчало уже полегчать то полегчало сэм но натуре болото лягухи даже полегчать то полегчало а где наше оружие сэм как мы без оружия так ладно с трассы не будем сходить пойдем так как видимо задумывали разработчики так жабы тихо вы меня отвлекаете ага тварь ты кто такая знаете что-то среднее между змеей и сороконожкой странная штука мне нравится мне она я думаю над никому не понравилось ну вот собственно сюда он приезжает тут фуникулер ничего секретиков нет нету чуть не застрял представляете так ладно пошли дальше давай пролазь блин да что ж вы все такие дружелюбные это мать вашего пошли с нами на тебе падла да понял да так и лежи а сын неплохо делиться я вам скажу что ты чё ты упс и нафиг не 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 лезь ну твою мать ну что допрыгался бычар это запомню жестко начало прикольное конечно точно говорю слышал как он ругался когда вязали фабиол козлы ай дел я американский это да ты по-русски то не очень откуда знаешь ты американский ну знать не знаю но до войны в кино слышу так он может тоже он кстати очухался я тебя запомнил ты сам то откуда да из москвы слушай а ты не американец сейчас а нет блин бурья американец американец что за кот кто этот вот такой ладно подождем души мотор братва ждем босса что погодка какая-то хреновая вот кстати к вопросу про не твой день видишь как вижу тучи тучи это брат буря точно буря и они у нас тут непростые попадешь в такую не поздоровится так что повезло что мы тебя приняли добро заводить не давай на лодку не его шушера какая-то спугнула но с ним один тип был мы его прихватили на всякий оказался американец обижаешь босс ругался как ты худшие дни а дай-ка родейку американцы этому окей лэнс корпор сэмюэл тэйлор ю.с. маринкорп а я и сам не очень верю ух ты значит так курьеры тут за меня это вагон ясно быстро его сюда конец связи есть босс видишь эффект какой а кто все сразу понял кто сказал что американец а опа меня к прям к подлодке что ли повезли а так они наверно на подлодке пусуются да уж прикольно наверное я у них ее угоню это я а а а а а а сейчас я тебя запомнил понял увижу убью прошу набор увезите госта к трапу бегом есть босс черт кота разозлили надо было развязать его сразу получили б за то что развязали да коту иногда вообще не угодишь похоже день на наш я же говорил чей-то сегодня явно не тот день ну ваше отчество прибыли поднимайтесь на борт здарова мне туда сюда не пускают ладно хорошо пойдем а так это еще и не русская что ли подводная лодка серьезно и флава us2036 так лампочки тушим свет надо экономить смотри там что бегают все суетятся это они все меня встречают в гости а вот почему вот потому что помните потом и джерри о том же там поднимайся чтобы босс не ждал поднимайся 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 там я рада видела тебя я не заметил американец в 23 лет имя Том по-другому доброе познакомиться с тобой тоже, Том это корабль у тебя? я могу купить текет? купить текет? ха-ха-ха это хороший следуй мне давайте куда тебе билетик-то? до Сан-Диего ван вей Калифорния вот где рай на земле был ну если не считать пробки в аллее в час пик конечно слушай напомни как ваша команда бейсбольная называлась? падрас точно наши с ними играли часто я то и с Сиатласом маринерс это если ты меня еще проведя думаешь ничего личного капрал время сейчас такое сложное понимаю доверяй но проверяй точно кстати Сэм знакомься это Клим моя правая рука отвечает за силовое крыло моего бизнеса привет glad to meet you Клим а нафига у них окна на подводной лодке вовремя Климова ребята тебя пригласили но как ветер очистительно защищает и все равно видишь что творится да станься я там может уже был бы на полпути в Кэнзас хотя мне туда не надо а куда надо хотя постой давай-ка Сэм сначала закурим и расскажешь нам свою историю спасибо не откажись впрочем рассказывать мне особенно нечего ближний восток потом эфгеностейн потом в москве посольство охранял когда началось я как раз в метро был там в подземке много кто спясся а потом сидели 20 лет и думали что мы одни на свете остались это как глушилки по периметру главари все знают но скрывают 20 лет на хрена ни малейшего понятия мой друг узнал правду а с ним и весь отряд где я служил пришлось бежать пересекли континент у нас поезд был у байкала мы разделились я дальше на восток поехал к океану но отец мой если жив то он ждет понимаешь мне надо домой ему 70 теперь должна быть у меня мало времени а понимаю ищешь кто перевезет тебя через океан да сейчас через пасифик не ходят это раньше было просто но я могу отвезти тебя на этой лодке скорее не могу а мог бы том да клейм я могу как нибудь помочь там и кстати как тебе это сэбмарин досталось это длинная история может лучше коротко рассказать ну давай я честно говоря не настолько спешу ну тогда начну издалека у меня тут кстати почти настоящий теннесси сауэмэш получился выдержки конечно не хватает но вкус все равно очень не дурен выпьешь с нами клейм выпью но своей не люблю я этих твоих изыска подумаешь первая партия неудачная вышла ну как хочешь конечно за встречу за встречу вау great stuff а я что говорил то то ну что готов слушать да давай уже по войне я тут бизнесом занимался на международном рынке оружия в основном у местных были большие деньги и возможности но не было связи и стиля вот я этот недостаток и компенсировал клейм отвечал за связи с местными партнерами как раз перед войной дело вышло на хорошие обороты но тут упали бомбы дальше сам представляешь ип у нашей компании правда оказалось важное конкурентное преимущество полные склады оружия и ребята клима которые эти склады охраняли дальше мы и динамично развивались и несколько лет назад узнали о процветающем поселении здесь во Владивостоке руководил здесь знакомый тебе бывший капитан он конечно неплохо все организовал но к постоянной борьбе с бандитами оказался не готов тут мы и предложили сотрудничество капитан согласился и не прогадал проблему бандитов клейм решил радикально и в кратчайшие сроки до сих пор висят местами да ну а потом выяснилось что лодка то все это время была на ходу а он даже не пытался воспользоваться такой возможностью а как ей воспользоваться сразу видно что ты не бизнесмен как и он конечно же для всеобщего блага столько лет после войны человечество прозябает потому что не осталось силы которая могла бы заставить выживших объединить усилий для восстановления цивилизации а мы можем создать такую силу новое государство настоящий сияющий город на холме и повести всю землю к новым вершинам обратить конец света в новое начало нам даже стрелять не придется бросить якорь на рейде любого поселения открыть ракетные шахты сами все отдадут признают нашу власть не по душе такой вариант но это всего лишь констатация факта мы здесь власть мы сила мы поведем всех за собой в будущее что ты сомневаюсь понимаю а что же капитан устроил скандал пытался от нас избавиться но когда понял что его карта окончательно бита сбежал ну значит теперь ты решаешь куда плыть правильно это да только у нас есть одна проблема лодка то на ходу но реакторы выработали все топливо а достать новое заправить лодку может толка бывший капитан к сожалению после того как мы разошлись во мнениях он с нами даже разговаривать не желает понял многое начинает проясняться прекрасно тогда вот мое предложение сэм побудь парламентером уговори старика пусть он поможет добыть топливо а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше и пусть забирают всех членов экипажа кто не захочет идти со мной и как будет топливо первый пункт назначения сан-диего не нравится по рукам сэм как парламентеру тебе нужна защита я пошлю лучших людей спасибо клейм но я предпочитаю работать один вот это я понимаю хватка оставь клейм сэм справится да да я справлюсь как скажешь босс ты мне тоже не нравишься но все же раз ты представляешь нашу сторону в переговорах надо тебя экипировать как положено а вот от этого не откажусь клейм настрой пожалуйста рацию сэм на наши частоты ага вот не сломай теперь самая главная карта точная насколько это сейчас возможно плюс здесь помечены известные нам укрытие капитана так что попробуй сначала пройтись по ним есть сэнкс клейм ну что с радио разобрать а за остальным за дифтир там тебе все выдадут за одно и оружие пристреляешь а лучше сначала передохни ты же с дороги спасибо но я лучше пойду предпочитаю ковать железо по караса ха 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 ну как знаешь спасибо том но я пойду бурта уже кончилась удачи будем держаться с счастливо пока 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 да что то вы мне ребятки то не нравитесь хочу им сказать ох не нравитесь у меня ладно пойдем заберем оружие что вот скажи какого что какого какого ты мне пацанов с ним послать не дал взяли бы козла старого по тихому знаю я твое по тихому хватит уже облажались твои пацаны когда капитан ушел и ладно сам капитан он хоть на виду старком где с остальными ищем год уже скоро будет и сейчас капитан наш единственный шанс ты понимаешь так что твоим пацанам я его доверить не могу а этому залетному можешь он американец и что я его не знаю ты его не знаешь знаю он выжил в москве понимаешь выжил и добрался сюда ну как знаешь знаю и получше тебя да ладно проехали все у тебя за проходом на верхние болота наблюдает кто-то двое на точке вот и хорошо пусть заодно и за гостем присмотрят ну и вообще сообщишь всем чтобы были готовы помочь давай подумаем где он его вообще застать тут сможет где капитана видели его кругом видели ты пальцу покажи все наконец-то понятно ладно долго их слушать так где ребята у вас тут тир не нужны мне нужны так что за ящички заберу заберу привет дядя сэм тебе в тир сейчас там все выдадут босс распорядился да туда по мосту ну давай ходить тут у них можно только бегать нельзя это печально здорово американ по похоже на чипл пора проверить сэсэс гран контрол там эти там не работает я сэки дэд зарисов привет америка мы тут инвентаризацию проводим посмотрим теперь а тебя кстати вооружение вооружение так от него я тебе в тир надо нельзя так это дверью мое закрыто для меня все открыто а вот и наш гость раз знакомству я данил оружейник тома здорово данила босс приказал поскорее тебя экипировать так что давай сразу к делу сначала универсальный детектор в руинах полно мин так что без этой штуки из дома не выходи кроме мин она еще ищет запчасти оружие всякую всячину в общем неплохо отлично именно так теперь автомат выглядит знакомо но необычно местное производство под самодельные зажигательные патроны первое дело от мутантов обычными патронами тоже стреляет только магазины особые чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали спасибо буду беречь рад слышать ну пожалуй у меня все я вон еще пистолет вижу у моего помощника на готове пара магазинов только этот не просто выглядит знакомо это самый настоящий 45 калибр из складских запасов тома мы немало таких в свое время продали вот ваш патроны удачи после пристрелки его даже в руки никто не брал так что он тебя точно не подведет дэх подожди-ка что тут можно поделать так оружие почищено полностью улучшить никак нельзя опа стоп универсальный детектор ага хорошо патроны да всякие разные зажигательные ладно ну давай постреляем оп не откажусь попробуй поразить все цели всегда хотел посмотреть как работает морская неплохо я думал побыстрее будет давай 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 эй как я не попадаю вот это я понимаю меткая стрельба шампавай спасибо что показал класс сразу видно настоящего мастера и это разбираюсь дай патронов thanks дай патронов личная стрельба вот ваш приз то ничего особенного спасибо все не буду тебя больше задерживать удачи и вам не хворать удачи еще ну как экипировался получил опировался да а пристрелял да пристрелял отстань ладно так ну мне сюда наверно да да смотри это ж американтов где да чё сейчас вообще да вот смотрит же на нас чё правда а по виду просто лошара какой-то залив ты себя видел и а я тебе говорю американ это короче ладно пошел я ну и подумаешь ну так что пропустил он вас все-таки ооо американец привет привет ну мы проверяем еще так ладно давайте пока на этом закончим а то серия получится длинной вот а в следующую уже продолжим да прикольное начало будем проходить что же оценивайте видео если вам понравилось или не понравилось подписывайтесь на канал на паблик вк и смотрите продолжение всем удачи друзья